Алексей Владимирович, чем бы Вы могли объяснить невероятный взлет российского тенниса в 90-е годы и в начале 2000-х? В чем причина такого успеха? Ну это, наверное, такое комплексное явление. Здесь сыграла большую роль популяризация тенниса в нашей стране, к которой большое отношение имел первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, который курировал теннис, увлекался им и всячески помогал. Вторым фактором это, наверное, можно назвать все-таки итоги работы нашей российской теннисной школы, которая на протяжении всей своей истории давала хороших теннисистов. Ну а после того, как раскрылись границы, снялся там железный занавес, эти возможности проявить себя на международных аренах стали больше. Плюс ко всему, теннис в 90-е годы, он пошел по пути, прежде всего, коммерциализации и атлетизма. И вот здесь наши спортсмены тоже подхватили эту волну вот этих новых веяний и развития тенниса. И, наверное, вот на этой волне ворвались в мировую элиту. В настоящее время российский теннис вступил в непростой период. Период смены поколений. Опытные, заслуженные мастера, настоящие звезды уходят. Их место должны занять новые молодые таланты. Как долго будет продолжаться этот период? Я бы, конечно, были выдающиеся результаты, десятилетия, вот называют этот подъем российского тенниса десятилетием золотым. Ну, что касается женского тенниса, наверное, здесь какого-то спада, может быть, можно и не наблюдать, поскольку на сегодняшний день в первой десятке мирового тенниса находятся две российских теннисистки. Это Мария Шарапова и Екатерина Макарова. Успешно и достаточно ярко выступают ветераны. Это Светлана Кузнецова, это Вера Звенарева, восстановившаяся и вернувшаяся в строй. Я думаю, что те фамилии, которые я назвал в начале наших армейских девушек, Саши Панова, Дьяченко, Гаспарян, это дополнение к тому, что кризис переходный, который якобы назывался в российском теннисе, он особенно в женском прошел. Настя Павлюченкова, это тоже один из лидеров нашей сборной, это молодая теннисистка, тоже в районе 20-30 мировой. Говоря уже о том, что в парной комбинации Макарова и Веснина, это одни из лидеров мирового тенниса. Поэтому, наверное, здесь уже кризис мы давно миновали. Что касается мужского тенниса, да, конечно, на сегодняшний день таким ярким и выдающимся теннисистом, как Кафенников, Сафин, Южный, Турсунов, Андреев, Куницын, Давыденко, наверное, на сегодняшний день пока замен нет. Но та молодая плеяда, которая сейчас родилась в юниорском российском теннисе, я думаю, что она достойно через некоторое время, в ближайшее время даже, заявит о себе, может быть, не такими, но тоже яркими победами. Я еще раз повторюсь, это прежде всего Рублев, Софиулин, Хачанов, Бублик. Вот эти ребята, они составят, ну, не говоря уже на сегодняшний день, как будто бы ветеранах нашей команды. Это Андрей Кузнецов и Женя Донской. Вот это вот 6-7 человек, это те, на которых будет строиться игра национальной команды мужской. Субтитры создавал DimaTorzok